Единственная на сегодняшний день позитивная новость, что касается Луганской области, это то, что небольшая частичка Луганщины все-таки держится. Да, там идут очень тяжелые бои, но тем не менее, эти бои идут на территории Луганской области. Все, что до этого времени заявлял Шойгу и другие какие-то военные чиновники России, все оказалось фейком очередным. Потому что, да, к сожалению, контролируют они практически всю территорию Луганской области, но тем не менее, на территории двух населенных пунктов идут бои. Бои очень тяжелые, но пробить оборону наших вооруженных сил российская армия не может. При всем том перевесе, который у них есть в артиллерии и так дальше, ничего у них не получается. Ну а тем более, после того, как наши артиллеристы стали намного больше поражать, благодаря западному вооружению, намного больше поражать объектов военных глубоко в тылу. Российской армии, в основном это командные пункты и склады с боеприпасами, то ситуация все-таки немножко улучшилась на линии фронта. Сергей Владимирович, вы как-то в интервью говорили, что даже если будут оккупированы 99% Луганской области, все равно Луганщина не сдаться и будет бороться до последнего. Что знаете о людях, которые сейчас находятся во временной оккупации, в каком они состоянии? Ну, знаете, люди, которые настроены проукраински, конечно, им тяжело. Они пишут огромное количество сообщений, они ждут, когда мы начнем деоккупировать территорию. Они помогают, кстати, определенными сообщениями, информацией. А те, которые ждали так называемый русский мир, ну что, ходят там стройными шеренгами, выставляют из трехцветной тряпки букву Z, стоят за хлебом от российской армии и говорят, что как они счастливы в том, что... Вот я не пойму. В том, что раньше они могли жить спокойно в мирных городах и видеть, как начинает развиваться Луганская область. А теперь у них радость большая — это получить пару буханок хлеба, на самом деле. Но что касается, вот, кстати, обстрелов, то я вам могу сказать, знаете, колоссальная разница. Когда наши артиллеристы поражают цель, которую российские пропагандисты говорят, что это гражданский объект, только почему-то этот гражданский объект взрывается в течение нескольких часов. И потом мы видим на видео местных жителей валяющиеся снаряды на асфальте и вот как бы в противовес обстрел дома офицеров российской армии. Ну мы же все прекрасно знаем, что дом офицеров, неважно, Винницкий или любой другой дом офицеров, то это культурное здание. Это там, где проходят концерты и какие-то мероприятия, что, собственно говоря, и было в Виннице. Сергей Владимирович, вот очень интересно и очень четко вы подметили, радуются освобождению так называемому, да? Ну, по крайней мере, монитория российские телеканалы, там чуть ли не первой новостью идет, конечно же, новость не про то, что в Сибири, вопреки тому, что Россия лидер по добыче газа, в Сибири нету газа, не то, что дорог нету, не то, что социалку не выплачивают, зарплаты уменьшаются, товаров на полках нет, а именно освобождению так называемому Северодонецка, Лисичанска, Луганской области. Видимо, это есть у них в приоритете. Так вот, скажите, пожалуйста, по российским каналам мы видим четко, что там якобы люди радуются освобождению. Россияне умеют создавать эту картинку, у них опыт пропаганды большой. А вы как первоисточник, как человек, который родился в Северодонецке, жил там всю жизнь, человек, который знает очень много людей из Северодонецка, они же понимают на самом деле, что какое освобождение? Освобождение от своевременных зарплат, освобождение от банально горячей воды, от мирного неба над головой? Смотрите, вот несколько коротких тезисов. Первое. Навряд ли найдется хотя бы один северодончанин, который бы не согласился с тем фактом, что город за последние два года очень сильно начал преображаться. То бишь, количество отремонтированных школ, спортивных площадок, в планах строительства Большого парка, бассейны, бассейны в школах, футбольные поля. То есть этого появилось за последние два года много. Не просто планов, а уже было реализовано. Новые троллейбусы, новая компания по вывозу мусора. Ну то есть этого можно перечислять очень много. Проектов, которые были только на этот год, были просто там на сотни миллионов гривен, и они были грандиозны. И теперь второй факт. В городе Севердонец проживало более 120 тысяч жителей. На сегодняшний день осталось около 10 тысяч. Вот и все. Больше в принципе не нужно никаких фактов приводить. 110 тысяч человек выехали, потому что они не хотели погибнуть от русского мира. Все. А картинку? Ну да, россияне в этом плане впереди планеты всей. Пропаганду они умеют делать очень здорово. Сергей Владимирович, еще по коллаборантам. Тоже вы вот как-то озвучили, что это либо люди, которые сейчас сотрудничают с оккупантами, с оккупационными войсками на временно оккупированной территории. Это либо полные идиоты, либо не специалисты. Сейчас известно ли вам, каким образом вот эта коллаборация вообще происходит? Это людей больше заставляют? Или люди, которые поддерживали русский мир, они сами свои условия и услуги точнее предлагают? Вы знаете, к счастью, несмотря на все стереотипы, что Луганская область, вся такая пророссийская, и прямо все побегут дружными рядами встречать с цветами этих оккупантов, то же самое. Опять же, факты. То есть без пропаганды, допустим, даже с нашей стороны. Есть факты. Первое. Когда зашли оккупанты на территорию, которую оставили наши войска, но там не было боевых действий, то много дней подряд люди выходили на мирные протесты против оккупантов с украинскими флагами, без оружия. И выходили бы дальше, но просто по ним начали стрелять. Были раненые, поэтому люди просто переживали уже за свою жизнь. И второе. Из всех глав администраций, из всех глав ОТГ, из всех мэров, то есть из всех руководителей остались работать с оккупантами буквально 5 человек. И все. Вот это вот и есть, собственно говоря, показатель. На сегодняшний день, ну вот по Северодонецку, поставили какого-то непонятного человека, который там 9 классов с трудом закончил. Потом его убрали, потому что поняли, что это просто путь в никуда. Привезли какого-то неместного. Вот он пытается что-то делать. Что можно сделать в Северодонецке, если они сами несколько месяцев расстреливали город просто полностью? Дальше другие администрации. И искали в Кременной. Одного поставили, что-то не получилось. Второго поставили, тоже не получилось. Ну то есть вот эта вот ротация постоянно происходит от того, что ну не хотят люди с ними сотрудничать. Поэтому они стараются искать, знаете, вот совсем-совсем уже не топ-специалистов, а просто людей, которые хотя бы в этой сфере работали. И вот дальше уже или уговаривают, или принуждают.